Участников молодежного форума порадовала и нежаркая погода, и программа пребывания. Четыре дня насыщенных мастер-классами, круглыми столами и просто теплыми встречами. Нынешний мост посвящен журналистам, блогерам и молодым политикам. Ребята очень энергичные, целеустремленные. У всех эти возможные проекты, то есть мы уже пообщались за этот день, обменялись контактами и в дальнейшем, надеемся, будем делать новые совместные проекты уже на следующем форуме. Совместный российско-казахстанский проект нашел немало сторонников. Ведь в отношении двух стран и нашей области в частности достаточно общих тем. Спасение Урала, развитие совместных проектов. В первую очередь это поддержание международных отношений. И это образовательные форумы, это, конечно же, очень полезно для нашей молодежи. Потому что такие форумы в некотором роде задают вектор, в каком нужно двигаться молодежи и как нужно нам развиваться. Все тренинги и круглые столы вели лучшие специалисты практики. Например, об отношениях России и Казахстана вместе с ребятами рассуждал глава Оренбурга. Первые годы жизни Юрий Мещеряков провел на другой стороне границы. И в подтверждении своих слов он даже исполнил гимн Казахстана. Молодым политикам мэр пообещал личную поддержку. Все свежие мысли, все ваши чаяния, пожелания, безусловно, мы, взрослые и тем более органы власти будем принимать и постараемся все разумно реализовать. Здесь не гонится за количеством проектов. В любом случае, уверены организаторы, эта молодежь не затеряется на задворках. Опыт проведения совместного моста показывает, что его участники становятся реальным активом молодежных общественных организаций. А затем и специалистами крупных компаний. Екатерина Платонова, Вадим Нечаев. Наше время.